Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! На днях в американском Сент-Луисе стартовал женский супер-турнир. В нем принимают участие 10 очень сильных шахматисток, в том числе чемпионка мира Дзюйвен Дзюй. Россию представляют Александра Костенюк, Екатерина Лагной и Валентина Гунина. Ну а честь Украины отстаивает экс-чемпионка мира, младшая из сестер Музычук Мария. Женские шахматы славятся своей бескомпромиссностью и зрелищностью. И вот во втором туре этого соревнования была сыграна блестящая партия, которую мы сейчас с вами и рассмотрим. Белыми в ней играла украинская шахматистка Мария Музычук, а черными представительница Индии Хампи Каниру. Эта партия привлекает к себе внимание прежде всего очень энергичной и мощной атакой по черным полям, которую провела на короля соперницы Мария Музычук. Украинская шахматистка начала партию ходом Е4, в ответ Е5, Конь Ф3 и Конь Ф6. Стоит напомнить, что в первом туре, в котором Мария также играла белыми, она тоже встретилась с русской партией и побила на Е5. Ее соперница, действующая чемпионка мира Дзюйвен Дзюнь, сыграла Д6, Конь Ф3, Конь Е4. После Конь С3 произошел размен. Слон Е7, Слон Е3, Конь С6, Ферзь Д2. Черные в этом поединке избрали план с длинной рокировкой. Конь Ж5, очень часто белые получают небольшое позиционное преимущество в этом варианте за счет как раз размена коня на слона. Но Король Б1, 3-0 и здесь в дальнейшем соперницы не особо-то рискуя, в итоге закончили партию мировой. Поэтому в данном поединке Мария Музычук избирает уже другой ход. Вместо взятия на Е5 она ходит Д4. Это система стейница, Конь Бьет Е4, Слон Д3, Д5, Конь Е5 и Конь Д7. Известнейшая позиция, основной вариант это размен на Д7 и короткая рокировка. Также заслуживает внимания ход Конь Бьет Ф7. Очень веселый вариант, который впервые встретился в знаменитой партии Игоря Зайцева против Анатолия Карпова. Ленинград, 1966 год. Мы эту партию с вами на канале Шахматы для Всех уже рассматривали. Кто не видел, ссылка как обычно в описании под данным видео. Партия довольно короткая и в ней был еще и ферзь пожертвован. Но в нашем поединке было сыграно иначе. Конь С3 пошла Мария Музычук, это более редкое продолжение. И здесь достаточно внеупорным решением за черных является предварительный размен на Е5 и дальше взятие на С3. Конь покидают доску, Слон С5 и дальше короткая рокировка. Тот факт, что этот вариант черными неоднократно избирал большой специалист по русской партии и в принципе очень сильный шахматист Владимир Крамник не оставляет никаких вопросов насчет солидности данного продолжения. Но конь Ру сыграла иначе. Она сначала побила на С3 и после взятия на С3 вполне могла перейти к рассмотренному выше варианту, разменявшись на Е5 и сыграв С5. Но индийская шахматистка играет С6, нападая на централизованного коня. Белые же делают рокировку. Конечно, в этой позиции размениваться на Е5 и забирать пешку нельзя. Последует связка и дальше Ф4 после защиты слона черные теряют фигуру. Поэтому нужно делать рокировку. Белые защищают централизованного коня. И здесь идет взятие слону. Дело в том, что после хода ДЕ черные сразу же ставят коня на поле С5, контратакуя слона Д3. В этой довольно известной позиции в прошлом часто играли слоны Ф1, как например было в партии Гуфельда и Макарычева. Также интересен ход слон Е3. Но на чернопольного слона Белых у Марии Музычук были свои планы. Проследите, кстати, за судьбой вот этой фигуры, стоящей на поле С1. Мария сыграла иначе. Она пошла ладья Б1. Ее идея перевести ладью по четвертой линии и перебросить ее на королевский фланг для атаки на черного короля. Канеру забрала на Д3, взятие и Б6. Этот ход сделан не для того, чтобы фенкетировать белопольного слона, а с тем, чтобы защитив пешку, развить слона по диагонали Х3-Ц8. Белые играют ладья Б4, слон Ф5, ферзь Ф3 и Ц5, контратакуя ладью. Та становится на Ф4 и слон отходит на Ж6. Белые ставят пешку на Х4, имея в виду атаку слона, но, конечно, заранее запланированное Х7-Х5 было исполнено. Белые же усиливают давление, играя Ж4. Пешка Х4 сейчас оказалась под ударом и Канеру запирает ее. В этой позиции взятие на Д5 ничего белым не давало, потому что черные забирали на Ж4 и после возвращения ферзя ставили своего ферзя на Х3. Конечно, после размена сильнейших фигур у белых нет никакой атаки и черные в полной безопасности. Поэтому Мария Музычук отводит ферзя на Ж2. Ее идея, продвинув пешку Ж на одно поле вперед, попросту поймать ферзя соперницы. Поэтому однозначно ходить ферзем нужно. Но куда? В партии индийская шахматистка избрала неверное решение. Ей нужно было поставить ферзя под рентген чернопольного слона соперницы, сыграв ферзь Ж5. Таким образом, черные контролируют пешку Ж4. И в случае взятия на Ф7, забирая на этом поле пешку белых, получают перевес. После Ладья Ф8, Ладья Ф8, взяли, взяли, Д4, слон Е4. Конечно, здесь черные, имея лишнюю пешку, имеют и все шансы на победу. Поэтому после Ф7, видимо, Марии Музычук пришлось бы отходить по четвертой горизонтали. Например, на А4. Но черные возвращают ферзя на поле А4. Пешка связана, так как Ладья не защищена. Ну и что же делать дальше? Ладья Ф4, Ф7, компьютер вырисовывает повторение ходов и ничью. Но здесь соперницы, скорее всего, смогли бы продолжить борьбу. Без нарушения равновесия и взаимных ошибок, я думаю, не обошлось бы. Но все же наша партия пошла по другому пути. Потому что индийская шахматистка сыграла Ф7. Музычук забрала на Х5. Взяли и Ладья Е3. Вторая Ладья идет уже на королевский фланг по третьей горизонтали. Становясь на Ж3, либо А3, она угрожает королю сопернице. В этой позиции можно было сыграть Ладья АЕ8. Это сильнейшее решение, согласно компьютерному движку. Но Д4. Играют белые и сохраняют большой позиционный перевес. В партии же было Ладья ФЕ8. Этим ходом Хампи Каныру дала возможность украинской шахматистке моментально получить решающий перевес. Стоит отметить, что к этому моменту соперницы уже находились в цейтноте. Буквально 10-15 минут на оставшиеся 20 ходов это очень и очень мало. Так как позиция счетная, непростая, как для игры белыми, так и черными. Какой же ход вел к решающему преимуществу белых? Конечно же Е6. Нужно было решиться на это продолжение. Белые создают угрозу взятием на Ф7 выиграть Ферзя соперницы. Если забрать на Е6, то последует Ладья АЖ3. И черный король оказывается в западне. Слон отошел. Ферзь АЖ2 угрожает мат. Шах и король Ф1. Что же делать? Приходится ставить короля на Ф8. Но дальше забираем на Ф7. Кушаем Ферзя. И черные могут легко сдаваться. Поэтому Ферзь Д6 контратакуя Ладью. Но Та становится на АЖ4. И слону тесно. Тот отходит на Ж6. Ладья ЕАЖ3 угроза мата. Король Ф8. И очень точный ход Ферзь Ж5. Не давая королю улизнуть через поле Е7. И возобновляя угрозу мата. Черные здесь совершенно беззащитные. Но Мария Музычук сыграла иначе. Вместо немедленного Е6 она пошла Ферзь АЖ2. Напав на слона. В этой позиции черные не могут отойти слоном на Ж4. По причине Ладья АЖ4 с угрозой мата. Ферзь Ж5. Король АЖ1. Король Ф8. Попытка выскользнуть. Но Е6. И сейчас белые просто хотят, сыграв Е7, заблокировать это поле. И дать мат на поле АЖ8. Здесь черные, конечно же, проигрывают. Поэтому Хампия Каннеру сыграла сильнее. Она на Ж6 пешку поставила. Не открывая линию АЖ для тяжелых фигур белых. Но следует Ладья Ф5. Очень интересный ход. В этой позиции Мария Музычук действует весьма практично. Потому что понимает, Ладья неуязвима. После взятия следует Ферзь бьет АЖ5. С угрозой мата в два хода. Ладья Ж3 и шаг и мат Ферзем. Поэтому Ф4, не давая Ладья стать на линию Ж. Но туда устремляется белый Ферзь. Ферзь Ж4, КФ8 и взятие на Ф4. Белые контролируют важнейшие черные поля на доске. А черные, имея лишнее качество, ничего не могут поделать. После Ферзь Е6 еще один точный ход Ферзь Х4. Та же идея, что в рассмотренных выше вариантах не дать черному королю уйти через поле Е7. Ну и далее, примерный вариант. Ладья Е8, Ладья Ф3. Взятие на Е5. Ладья стремилась на Ф6. Ну и дальше можно дать шаг и связать Ферзя. В общем, белые в этом разветвлении выигрывают. Поэтому после Ладья Ф5 последовал слон Ж4. Конечно, Мария Музычук понимала, что это единственный отход слона, который дает возможность продолжить сопротивление. Вернула Ладью на Ф4. Канеру, конечно, согласна с повторением позиции. Но уже здесь Мария Музычук сыграла Е6. Это действительно лучшее продолжение. Именно так, угрожая забрать на Ф7, белым следует продолжать атаку. Черные забирают пешку Ладья Ж3. Создается угроза взятия на Х5. Отлично расположены тяжелые фигуры белых на трех крайних вертикалях королевского фланга. Что же делать черным? Конечно, нужно как-то защищаться от взятия на Х5. И с этой целью был неплох ход Ф7. Хотя и в этом случае белые добивались решающего преимущества. Ладья Ж4. Возобновляю угрозу выигрыша фигуры. Король Ф7. Ладья Ж5. Угрожает уже шаг по седьмой линии. Поэтому прикрываемся. Ф6. Белые просто захватывают ключевые черные поля. Ну и после Ладья Ж8 слоны Ф4 можно сравнить силу этих слонов. Белые рано или поздно или качество выиграют. Или того и гляди мат поставят. В общем, позиция для черных совершенно безнадежна. Их фигуры пассивны и не имеют шанса на активизацию. Но Хампи Канеру ускорила свое поражение, сыграв король Ф7. И мы ей должны за это быть благодарны. Потому что сейчас партия продолжается очень и очень интересно. В итоге Мария Музычук должна была напрячь все свои счетные способности. А напомню, именно тактика считается козырем младшей из сестер Музычук. Она играет Ладья Ж4. Угрожая забрать на Ж5 и дать линейный мат. Поэтому Ф7 и Ладья Ж5. Посмотрите, по черным полям стоят белые фигуры. Черные же расположились по полям белого цвета. Причем чернопольник белых до сих пор не сделал ни одного хода. Но принимает деятельное участие в атаке на черного короля. Ладья Ж8 играет Канеру. Она, видимо, до сих пор не верит, что белые смогут пробить эту крепость. Король Ф1. Понятна идея, чтобы не было связки. И сейчас ход Ладья Х8 ничего черным не давал. Это возможное продолжение, но белые добиваются материального перевеса таким образом. Ладья Х5 взяли Ладья Х5, Король Ж7 и Ладья Ж5. Нужно отходить на Ф6, не прерывая связи ладей. Ну и дальше ФЕ5 и Ладья Ж7. У белых решающее материальное преимущество. Поэтому индийская шахматистка сыграла иначе. Она пошла ФФ3, пытается контратаковать. Угрожает ФД1 и дальше ФФ3 с вечным шахом. И в этой позиции Марии Музычук нужно было решить, какой ладьей брать на Х5. А вопрос непростой. И усложняется его решение тем, что на часах у Марии, равно как и у ее соперницы, оставалось буквально 2-3 минуты. В этой позиции ход Ладья Ж8, Бьет Х5, выпускал весь перевес. Действительно, после взятия Ладья Ж5, Кроль Ж6, Ладья Ж5, Кроль Ф6, мата не находится. Белые дают шахи и кажется, что вот-вот доберутся до короля черных. Но нет. Он ускользает и здесь больше вечного шаха у белых не находится. Поэтому Мария Музычук, подумав, сделала верный ход Ладья Ж, Бьет Х5. В чем же идея? После взятия Ж, конечно же, не Ладья Бьет Х5 с повторением ничейного варианта, рассмотренного ранее. А очень точный геометрический маневр, который украинская шахматистка предвидела заранее. Она дает шах по седьмой линии. Закрыться, конечно, нельзя. Если отойти Кроль Х6, то забираем на Ж8, ну и черный король быстренько получает мат. Поэтому Кроль Х8 и Ферзь Е5. Очень точное решение именно здесь, в центре, должна располагаться сильнейшая фигура белых, для того, чтобы атака на черного короля увенчалась успехом. После Кроль Х7 следует взятие на Х5 и здесь уже довольно просто. Кроль Х6 к мату ведут несколько путей, но Мария Музычук избирает самое четкое. Ставит Ферзя на Ж5 и после Кроль Х7 под угрозой неминуемого мата индийская шахматистка сдалась. Вот такая очень интересная, великолепная и напряженная партия двух сильных шахматисток современности. Мария Музычук провела атаку на одном дыхании. По черным полям располагая свои фигуры, она буквально сокрушила свою соперницу. При этом, заметьте, чернопольный слон белых не сделал ни единого хода в этой партии, но кто скажет, что он бездельничал в этом поединке. Располагаясь на ферзьевом фланге, он прямой наводкой стрелял по флангу королевскому, поддерживая свои фигуры в атаке на черного короля. Надеюсь, что данная партия вам понравилась, в этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, а также оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok